всех приветствую с вами я веган христолюб но с вами сегодня вот такое вот видео какими будут тысячелетия христом ну или более длинное название мир во время тысячелетнего царства иисуса христа на земле после великой скорби все эти это третье видео из такой трилоги который у меня получилось возможно она будет расширяться это первый день равно 1000 лет осуждение осудивший хилиазм и вот сегодня каким будет тысяч лет со христом я сделал страничку на своем сайте христолюб.ру или христолюб.рф по-русски так она называется тысячелетнее царство иисуса христа здесь вы найдете все эти видео ссылку на плейлист ну и все материалы по которым я записывал эти видео у нас с вами сегодня по этой страничке восьмой пункт пока пустой место как раз здесь будет это видео и я вам зачитаю то что я подготовил это видео имеет смысл смотреть тем людям кто принимает тысячелетия или тем кто отрицал его но посмотрев два моих предыдущих видео из одноименного плейлиста тысячелетнее царство иисуса христа покаялся и принял истину о тысячелетии ради собственного блага бытия еще раз какие-то видео ну на значках вы видите один день как тысячи лет называется он тысячелетнее царство иисуса христа после своего второго пришествия на землю там я показываю все места на страничке сайта как я уже сказал вы найдете все тексты из ветхого завета из нового завета где нам сказано о тысячелетнем царстве со христом там я все эти места собрал показал и рассказал второе видео это осуждение осудивших хилиазм или осуждение судивших тысячелетия хилиазм это по-гречески переводится как тысячелетие с греческого языка то же самое на на страничке сайта есть статья с православного портала азбука так называешься хилиазм да я по ней прошелся и дал свой комментарий боль боль более полное названием это отвергнувшим блаженство участие в первом воскресенье и тысячелетнем царствования с иисусом христом посвящается так загуглив и сможете на ю тубе найти это видео на значках у меня бывают другие названия и здесь я подробно разбираю эту статью со всеми комментариями показывая несостоятельность того что православные католики отвергли истину о тысячелетнем царстве вот такие вот как я вам сказал трилогию я естественно всем настоятельно рекомендую посмотрите сегодняшнее видео естественно бессмысленно смотреть тем кто это тысячелетие отрицает если вы принимаете то добро пожаловать на сегодняшнее видео и мы начинаем начиная вот такими свою статью свои свои размышления на сайте думаю что только ленивый из тех кто исповедует тысячелетие даже люди поймут почему я так кратко называем я уже давал свое определение то есть сюда и все вмещают да и второе пришествие воскрешение из мертвых изменения живущих во христе восхищение на встречу господу суд судилище христова над христианами собрание всех нас в иерусалиме в земле обетованной царствами со христом тысячи лет перед тем как дьявол будет связан и закован в бездне и после чего освобождение этого дьявола снова обольщение многих народов восстание на святых и город возлюбленные и огонь с неба и все земля и все дела на ней сгорают небо убегает от лица господня и все народы всего мира и и а ты море все отдает человеков души и все предстают на суд великий суд бога после чего будь великое разделение на небесное царство новую землю и новое небо и гиену огненную из которой выйти можно будет но когда отдашь все до последней копейки вот что значит тысячелетие думаю что только ленивый из тех кто исповедует тысячелетие не задавался вопросами о том что ждет мир после второго пришествия иисуса христа на землю и его тысячелетнего царства со своими учениками в земле обетованной зададимся такими вопросами и мы с вами дальше я пишу разделим все свои вопросы на три основные группы первое это внешне то есть все что внешне от меня об окружающем мире поговорим второй будет раздел это внутренне и третий раздел это скажем итог всего этого подведем что мы с вами услышим поразмышляем но я поговорю вы послушайте вы может тоже в комментариях естественно писать свои мысли размышления переживания вопросы задавайте я кто знает всегда отвечаю если вопрос достоин даже моего видео ответа интересен глубок ну я посчитаю нужным я отвечу возможно будет даже четвертое видео серии о тысячелетнем царстве давайте все по порядку первое это внешне на речь свою строю по принципу речи иисуса всегда апостолов евангелия я всегда беру них за образец поэтому начали мы поговорим о внешне меня же молчу в этой жизни внутренне касается да очень любим рассуждать о чем-то внешне вот и мы поговорим картиночка я стараюсь подобрать говорящие это адам с евы грехопадение до обретение смерти в кавычках обретение конечно обретение звучит как счастье к сожалению мы ее обрели для несчастья ну или для будущего счастья до через смерть познаем сущность жизни на ну естественно мы с вами поразмышляем обо всем этом тоже немножко итак первый пункт это внешняя что будет какими вопросами мы задаемся какими вопросами задаюсь я что будет с окружающим нас миром природой животными духами и людьми неясно я отвечаю сразу дальше пишу спекулировать на описаниях у пророков якобы об этом периоде не стоит ибо там описывается царство небесное а ныне они тысячелетнее земное ветхом завете прямо или косвенно вообще никакого описания этого периода за исключением прообраза тысячелетия в седьмом дне отдыха после шестидневного творения о чем сказано в первой главе книги где я что этот период вообще будет то есть кто уже посмотрел как я говорю предыдущие мои видео тот узнал что ветхом завете конечно же тысячелетнем царстве вообще ничего нет кроме первой главы книги бытия из которой мы делаем вывод что бог шесть дней творил видимо что бог шесть дней творил день а в седьмой почил и видим делаем выводы что седьмой день это и есть символ и был бога один день как тысячи лет у людей до на земле а у бога на небе то мы делал вы уж это как раз седьмое тысячелетие который идет от первых сотворенных людей ну или третьем тысячелетия от всех евангельских событий до в том в том тысячелетии как раз в начале которому с вами и живем и и поэтому ожидаем всех этих событий апокалиптических и второго пришествия иисуса христа так что же нас будет ждать тысячелетнем царстве что будет с миром с миром природы вот вы знаете но я давайте сразу прочитаю свои комментарии еще такие сереньким текстом в принципе это мои вы знаете но я так по-разному делаю чтобы что-то выделить что-то немножко по-разному во-первых я хочу напомнить цитату из псалма 89 стих 10 дни лет наших 70 лет а при большей крепости 80 и самая лучшая их пора ну когда нам там не знаю с 20 по 40 20 по 60 максимум да ну или с 15 по 60 по 55 то лучшая пора их труд и болезнь или скорбь и проходит быстро и мы летим разные переводы есть действительно там слово греческое которое по крайней греческих посрочниках кто знает это и в новом завете то же самое да там это слово я уж не помню как по-гречески но неважно действительно как болезнь скорби страдания переживания истязания как только не переводят но суть нам поля понятно да и что тут говорить вы знаете что я всегда говорю что я говорю о том что нас окружает да я не люблю всякие фантазии даже сегодня мы подытожим тема что вообще зачем мне все эти были рассуждения но немножко мы пофантазируем и поразмышляем на разные темы но главный итог поэтому конечно же концовку видео будет всегда в одном русле в одном контексте как это делаю главное что это для меня все имеет какое значение все эти рассуждения вот и действительно кто прожил жизнь и мы разную жизнь с вами прожили кто-то бывает люди родились немощными увечными и страдают чуть ли не с детства но даже если человек в более-менее кто-то родился как говорят в золотой рубашке да там детей де дети миллионеров к говорят золотая молодежь еще что-то кто-то не знал не горечи там голода страданий каких-то нищеты унижения там говорю когда ты ведь заметьте у нас бедный богатый они так богат и ткани еще ущемляют бедных да еще еще с бедного еще три шкуры сдерет умный превозносится над дураком я имею дуне сейчас ум как доброта вы знаете как иисус говорил как то что мантоне великий любил говорить что умный это добрый человек я имею думал такой знаете что я вот там профессора вот и там ученик да и человек этим возносится и и презирает там или ну в общем над этим человеком берет вверх да сильно берет силу берет верх над слабым хотя если сильный ты должен наоборот помогать а ты наоборот газ то есть мы как иисус и сказал да вот вы вы боги и в раю первого человека потом разделены на дам и съевы должны были что делать если они твард это если они господа были поставлены господами земли они должны были заботиться и любить они эту власть превратили в тиранию над всем на чем их господь подставил а кто любит мы же бога не тирана почему то любим почему-то бога считаем что он любовь и что он что он что вниз не слуги не не для того пришел чтобы ему служили а чтобы служить окажется любовь господство сила в том чтобы ты наоборот до творил помогал исцелял там и прочие вещи да они если ты слабый такая помоги если ты сильный помоги слабым если ты богатый разделись бедным если ты умный научи дурака да не просто дурак и оставайся таким вот окажется в чем сила вот в общем окажется чем божество в чем сущность человека должна проявляться была от начала бог верил на нам животных не для того чтобы мы над ними власть взяли и как только можно рвали их в клочья налево и направо запирали в клетки проводили опыты чтобы мы любили чтобы мы заботились о них а мы во что превратили что мы сделали с природой вот все это показательно да так мы вот этот рай в котором мы были созданы во что превратили который мы должны были превратить собственными руками возделывать и хранить как господь сказал возделали сохранили возделали сохранили но так должны были рай тогда земной превратить в небесное царство или как говорят в царство божье на земле а во что мы превратили в царство дьявола который называется адом или хотите гиены огненные как хотите называть ему и землю райскую землю превратили в жилище сатаны и вместо сатаны в самый сущий ад естественно люди размышляющие об этим на своей жизни живущие ну кто согласится что эта земля кайфовое место это это ужасное место я вот по себе вам много раз кто давно мне как смотрит знает рассказывал да я когда стал себя осознавать там лет с 12 с 13 там опять о смерти кто знает размышлять да я конечно понимаю что на этой земле не первый раз но все равно как ты проходишь очередной путь жизни очередную школу жизни в разных образах я уже в 13 хотел отсюда свалить я уже в 13 осознавать что это земля от какой-то хотя какой у тебя там еще опыт много ты постиг бег бед вкусил и так далее уже с 13 лет я понимал что этот и естественно с каждым годом уже это играет человек 9 класс где-то уже дальше старший класс и 10 11 институт я уже после 16 закончил школу в 16 пошел работать учиться жил полноценной жизнью я очень быстро эту жизнь видела более того душа то у меня древняя не 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 молодая вот естественно я поняла что это жизнь от вот самый настоящий от что мы здесь утворяем порой даже от кажется отдыхает по сравнению с тем что мы здесь вытворяем вот и конечно же отсюда хотелось свалить всегда ровно в тот момент как-то осознал что ты здесь сюда пришел потому что не имеется да не по плоти а когда ты как человек вырос может как есть пола половая зрелость плоти тела так есть половая зрелость души можно сказать да когда-то созрел когда-то осознал себя неважно что у тебя там есть родители ты понял что-то личность самостоятельно свободная до вечная и ты понимаешь что миром должна про источником всего и причины и концом должна быть любовь а на земле не любовь а ненависть да не радость а горе не мир а раздор и ты от этого просто сходишь с ума эти просто отсюда хочется свалить свалить как можно раньше эта мысль не покидает меня на протяжении но ты с 13 лет сейчас мне 40 через месяц практически через полтора не на день меня эта мысль не покидала в течение как хотите если 23 лет на есть 27 лет до не на день не покидает мне мысль отсюда свалить как можно скорее хоть хоть сейчас я много раз рассказывал так в личном общении если вы была простите из попа розетка вилка которая в розетку вставляется благодаря которой твоя жизнь существует я бы давно ее выдернул не зря бог устроил что свалить отсюда не так просто так скажем да не так безболезненно потому что дабы валили все прям табу нами бы кто куда конечно до отправлялся бы но не суть важно да вот конечно же глядя на этот мир живя в этом мире безусловно людям которые где-то как они как говорят ни в чем не имеет нужду там родились здоровыми сильными богатыми им кажется этот мир рай но только потому что они ездят на чужих страданиях богаты они богаты потому что на них пашут бедные неважно даже если он их кнутом якобы не погоняет любой какой-то там президент компании или как у нас сейчас там олигархи везде повсюду они не заработали своими деньгами своими трудами у человека две руки у каждого и две ноги это все так скажем своровано кто знает как происходила любая сначала революции все народы якобы раздали потом опять олигархи все себе похабли что строил этот завод он вдруг стал миллиардером да вот что его строил даже своими собственных тебя руками нет он просто был директором а потом когда опять капитализм пришел на смену там коммунизма ему просто он просто взял это себе вот и все он это не зарабатывал это невозможно заработать ты своими руками никогда в жизни завод даже не построишь мало то что он из таких вещей состоит ты никогда их жизни сам не произведешь это коллективный труд который ты просто себе присвоил и дальше на тебя просто работают рабы неважно что сейчас современном мире мы рабами не называемся те кто там синие воротнички на самых низших уровнях просто работает на самом деле рабы а он богат и не потому что он что то делает великое не то просто на вас зарабатывает то же самое и здоровье и все на свете чего не коснись и разума так называемого ума я не в плане избирания между добром и злом а вот всяких напичканной головы всякими разными знаниями все то же самое действительно у кого-то есть просто доступ у кого-то нет и действительно люди которые имеют к этому доступ им кажется мир ну более-менее схожи да у них охранных никто обидеть не может понятно любого человека низшего его кто угодно может мент в участок отвести избить до богатого чуть можно сделать нет у них все хорошо до любого бедного можно еще обократь еще еще налоговая может аба 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 карась любой вор может ограбить никто за нее не вступится за богатого до рубаху пару-то найдут кто его там ограбил до найдут кто его обидел до бедного можно не то что исцелить а еще и покалечить в любой поликлинике богатого оближут с ног до головы да и все сделают и вылечит и действительно люди когда живут в такой в отстраненности в этом мире в каком своем кубку комочке не живут конечно за счет чьих то они на самом деле такие же вампиры можно сказать да в этом плане во все духовного в плотском как хотите они живут защита чей-то счет они не сами ничего не производят это очень важно понимать вот и можно только посочувствовать то что они не познают жизни к сожалению чем ноги и путь и конец жизни их печальный ну кто-то конечно доходит до этого всем известны и тот же самый будда вроде как был до принцем очень богатым очень его всячески вообще история с будды кстати рекомендую познакомить все таки неважно сколько на правдивая нет любая быль байка сказка или вот даже такого человека как будды который явился основателем целого учения первозрения она очень показательна кто знает его там якобы родители до ограждали от всего ему не показывали ничего чтобы он живот не знаю вообще что существует страдания да и когда он впервые как там вырвался из дворца и попал за границы своего замка да и увидел в чем каков мир на самом деле он обалдел и он принял истину да и отказался от всего этого и стал познавать мир и поняла что познать его не отказавшись от всего в мире невозможно всего вот этого до славы богатства знания ты никогда не узнаешь истину когда ты в славе тебе все задницу подлизывают помните как в этом советском фильме так я тебе короче всю правду скажу вот как есть скажу ты наше солнце да и пошел подлизывать ему вот здесь тоже самое ты никогда не узнаешь правды ты никогда не узнаешь кто тебе друг то тебе враг когда ты там допустим богат не зря богатые не посовидуешь знаменитости они не знают кто их не друг то враг им там все готовы подлезать и только будучи вот не кем в этой жизни ты знаешь кто на самом деле вокруг тебя окружает это действительно так вот это очень показательно хочу очень хороший вариант я к чему все это ведут и вот действительно живя на этой земле сколько мы испытывали игру про обычных людей ну потому что многим людям конечно бывает это закрыто ну хотя знаете это тоже пред такой неправильных об этом и говорю на самом деле богатые тоже плачут и к что и богат все хорошо нет у них все похуже чем я знаю сейчас только что картинку аду нарисовал тех другую картинку нарисую у них все плохо тоже их каждый хочет убить каждый хочет свергнуть кому нужен нищий нищеброд кто его там убивать будет ну копейку отнимут а кому он там нужен то жизнь его ничего не стоит гроша ломаного а вот этого человека за пару миллиардов долларов его состояния можно и вальнуть завалить да можно похитить его детей там киднеппинг или как называется да чтобы потом что-то потребовать да то есть эти люди всегда живут сайте на есть такая домоклов меч узнаете что это такое вот эти люди живут всегда под домокловым мечом но это меч который висит на конским волосом там целая история уж не буду все рассказывать у меня так ролики вы знаете километровые сами загуглите узнаете эту историю вот они всегда мы понятно если под домокловым мечом подразумевает смерть то мы все под ним живем но там другой смысл да вот именно такие люди живут именно под этим домокловым мечом там в общем-то и при история но не знаю сколько она реально не суть важно было ли это в жизни такая каким-то царем да вот там и на речь о царе вот действительно люди богатые знаменитые известные вот живут всегда под таким домокловым мечом кажется что их ничего как я сейчас как хорошую картинку нарисовал их и лечат там и целуют и на на ручках носят нет одних носят другие эти ручки точат ножи как бы спину кому воткнуть так что вот так вот у них такие же проблемы и они кстати через это точно также познают истину поэтому на самом деле какой бы жизнью мы не жили мы все равно познаем это никто не власти над болельщиками какие бы у них деньги не были только недавно основатель компании apple всем не безызвестны да мягко скажем стив джобс пожалуйста он умер более того никто не знает что умер то он от чего от рака да там или от чего это крак то это у него со скольки лет то это удивительно что он там протянул столько лет ему он должен был умереть там еще в 20 вот он там на скольки до 47 дотянул кто читал его последнее письмо все от него отвернулись там родственники некоторые приходили к нему и все и он там тоже первое последнее письмо вот заметьте перед смерть человек сразу начинает к любви вопить и он вот любовь самое важное особенно но там про любовь к вся любящих да там любви к врагам вы ничего не найдете любви к животным там кто-то вегетарианцы записывают да он был вегетарианцем под конец отвалился но был вегетарианцем чисто из-за своего рака потому что верил в это некоторые врачи ему об этом говорили но в концовке даже он от своего вегетарианства отказался потом про пожалел то что рано сдох и в последнем письме писал что жалко и поддался на убеждение своих родственников которые меня разубедили и вот он стал опять потреблять пищу животного происхождения и скорее столько еще еще приблизило вот сам писал что может быть я еще чуть-чуть бы протянул вот так вот что у нее миллиарды это самое известное это крупная на фондовой бирже это компания в топ 5 всегда входило до мира ну что он умер 47 лет всю жизнь мучился он почти ничего не мог есть да если простой нищий может жрать как собака грицу подряд до ничем не не внушайся все там у него переваривается он там ничего есть практически не мог умел там определенную пищу чуть ли не через трубочку да как говорят вот и никто не знал что как он мучился потому что жить с раком столько лет это ужасно и и тошнило и блевал он там в общем ну все такое все с этим связано да вот и об этом немного немногие знают вот так что так вот деньги от этого тоже не спасает и никто не способен от этого да так что и таких полно можно приводить примеры знаменительности там хокинска этот на ученый да кто знает всю жизнь на инвалидной коряске вот такой перекошенный сидел да вот его разве позавидуешь поэтому знаете какой бы внешне нам не казалось вот эти я поэтому говорю когда там завидуют как богатыми ты не знаешь его жизни это сейчас он на мерседесе едет он мимо тебя проехал и он уже в столбе может сидеть ты же не знаешь его жизни он приехал домой а там жена с любовником дети его вообще кто наркоман кто его терпеть не могут и не знаешь его жизни как в ком аду он живет у него такая семья и такие друзья именно потому что он всю жизнь там положил работать работать надо всех там ограбить всех отнять мы не знаем этой жизни вот это очень важно поэтому никто пребываю возле счастлив никогда не будет а жизнь и в любом состоянии бог так управил все познают истину хочешь не хочешь так это истина в том что мы живем в аду что мы сами это та своими руками творим кто-то потом его кается переставит творить но ты-то остаешься в этом мире ты начинаешь здесь сходить просто с ума к чему я вам все это прекрасную картину нашего бытия обрисовал в которой вы все живете я вам ничего нового не рассказал какими вопросами то я задаюсь давайте теперь почитаем то что я пишу после этой цитаты из псалма неужели в тысячелетнем царстве христа на земле мы теперь будем трудиться и скорбить не только 70 вообще жить вот в таком состоянии только 70 80 лет а тысячу лет какое же тогда счастье то ибо после грехоподия прородителей землю эту мы превратили в ад вместо небесного царства или царство божьего хотите в чем же будет отличие тысячи здесь я чисто формально так говорю в чем же будет отличие тысячелетия от нынешнего времени помимо обретения учениками христа бессмертной плоти во первых просто еще раз чтобы было понятно кто исповедует тысячелетие проповедует верует знает если хотите о нем тот понимать что христос придет именно на эту землю это очень важно кто отверг его православные католики они исповедуют что все те события которые описаны пост тысячелетнего царства когда земля и все дела на ней сгорят они это и называют вторым пришествием что вот это ну заблуждаясь называет и тысячелетнее царство просто убирает у них вот второе пришествие кто актеру горил сам иисус потом его апостолы в книге откровения до нас дошло через некого и она да они это сжимают выкидывает просто тысячелетнее царство там трактует его духовно который никак не трактуется благодаря предыдущим видео об этом узнаете кто смотрел уже познакомился с этим вот так что же с уже придет на эту землю но я накидываю ряд вопросов давайте принципе я уже сказал то есть смотрите если ничего не меняется вот я уже сказал да вот у меня двадцать семь лет можно сказать желание отсюда просто свалить просто вырваться и все и просто уже сил нет кто знает я сильно болею много лет несколькими несколькими хроническими заболеваниями помимо помимо как это назвать текуек нет как назвать тысячи ну которые еще добавляются то голова как я эту задницу простите вот то зубы то 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 все то поранился то да то там удалось то там ушибился то суставы распухли это помимо помимо хронических вечно что-то болит вечно все ломается вечно ты весь пашешь целыми днями с утра до вечера неважно на работе там на дядю на себя там на земле как я да я и на дядю кто знает пол жизни проработал и умом и руками причем не имеет значения умом ты пашешь руками ты пашешь на себя на дядю если ты как говорится никто на тебя не пашет а ты сам пашешь ты все равно пашешь и вот ты пашешь 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 даже на своем огороде а результат порой вот такой вот сколько сил там денег в бухе вышивая то результат выхлопа как говорят пару так и вся жизнь куда не тыкни куда не тыкни везде вот ту половина жизнь это наши вот как сказано лучшая пара труд и болезнь и еще суета сует том же псалме есть хорошим книги экклезиаста по сути что не думаешь все суета тем более если все земля и все дела на ней сгорят думаешь вообще ради чего я пахчу вот какой в этом вообще смысл все гниет мы живем в тленном мире целая проблема игру что-то вырастить выращиваешь целая проблема сохранить вредители чего только нет украли обокрали зверь прибежал микробы болячки гниение тление замерзла высохла и ты и человек не власти над этим ты чё-то пыхтишь стараешься это ты секунду пропустил все этого уже не вернуть сегодня ходил завтра пошел ногу поломал там все месяц никуда все пропало и все вся жизнь она ни на чем уж не говоря о том что тебя нету какой в этом вообще во всем смысл ну хорошо что мы знаем точно будет в тысячелетнем царстве же умершие во христе воскреснут живущего христе изменится во что в бессмертную плоть об этом будем чуть позже еще говорить о моем внутреннем сейчас мы говорим о внешнем но должны вот это зафиксировать да христиане будут в тысячелетнем царстве бессмертными это так будут в плоти иисуса христа в которой он воскрес будут ли в полноте этой плоти мы еще с вами поговорим ну хорошо бессмертие мы знаем точно а что снаружи то мы сейчас с вами поговорим о болезнях но все уже уже пора об этом сказать будем ли мы даже болеть непонятно да моя мука скажу как то мы в плоти христа болеть будем не знаю иисус был же в этой плоти в этом аду в который мы с вами сейчас живем был мы даже не знаем болел и сам христос кто скажет богохульство я не приму такое обвинение мы не знаем болел ли он даже сам не зря ему тыкали врач исцели себя сам мы не знаем о чем была речь в евангелии нам очень все кратко сказано до нас дошло очень мало очень много вы не видим и не понимаем к сожалению из евангелия чего был на самом деле нужда нас просто это не дошло мы остаемся лишь гаданиях муж прекрасно понимаем что я поэтому такие вещи спокойно говорю иисус писил и какал простить потому что ел жил в абсолютно такой же плоть именно поэтому соблазнялись о том что он бог в как смотри он такой же как мы ну да только забывали о том что мы созданы по образу и подобию бога к сожалению забыли об этом сами евреи которые имеют книгу бытия в которой об этом прямо сказано чё соблазняться то на то что иисус такой то что боги бессмертный он смертен так он сказал что я бессмертен просто я сейчас временно в такой плоти но вы узнаете что я вечный бог любовь вот прибывающего плоти всегда просто эта плоть изменяется но я вечен я всегда я есть так вот прибывая в этой плоти будем ли мы болезнь болеть но это продукт будущем поэтому сейчас пропущу мы с вами еще об этом поговорим да ну а сама-то жизнь настолько ли она радостно кто здесь вот смотрите я говорю уж не важно сколько я на этой земле раз пребываю до благодаря перевоплощениям как искал душат явно не молодая но в этой жизни вот вот живешь и все суета вот делать ничего абсолютно не хочется но все что ты созидаешь все разрушается все не имеет вечности и сколько сил ты ради этого тратишь порой и ты как белка в колесе живешь ты посадил что-то все ты уже раб стал того что ты посадил тебе потом до конца урожая придется за этим ухаживать все там поливать удобрять ты не сможешь уже бросить это это становишься рабом а у тебя бывают дни разные ты можешь физически потерять способность двигаться благодаря болячки ты можешь кот уехать какие-то дела заботы и все и все пропало все что ты там посадил ты становишься просто рабом этого а стомнов посадить и такие вещи у нас всегда родил ребенка и все вся жизнь у тебя это хорошо это прекрасно кто знает что дети это не только радость а кучей трудности да и все и ты вот на всю жизнь при привязан к этому вот поймите сейчас правильно о чем я говорю я думаю что у меня даже нет детей а вот у кого есть это у меня как раз нам прекрасно понимает о чем я говорю вот ты не сможешь на секундочку взять и расслабиться в эту же секундочку твоему ребенку что-то понадобится вот а ведь счастье прежде всего она вот в такой свободе в нирване когда человек делает что он хочет я хочу созидаю не хочу хочу просто сесть и отдохнуть просто из времени выпасть а время всегда она безжалостно она течет секунда за секунды минуту за минуту и день за днем и ты вынужден ты даже вынужден просто питать свою плоти а чтобы на питатель нужно что-то сделать то надо питать и надо даже есть не хочется все опять из одно в день и одно и то же ешь и все ты даже есть уже не охотник готовить все это как одно и тоже как 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 день сурка кто смотрел этот фильм тут поймет меня вот целыми днями одно и то же пару пусть какие-то отличия есть но по сути это тоже мы ж не зря живем год вот все по кругу день это же тоже круг каждый день похож как на другой вот ну то что сейчас говорю это кратко книгу экклезиаст пересказал который царь все плакался что действительно все что он исследовал все суета действительно нормальный человек к этому приходит но так вот от 1000 лет не царство на земле на этой земле я очень важно сейчас будут делать акценты на этой земле с одной стороны хочется вы знаете я к чему это все ведут сам исповедую тысячелетнее царство я сегодня буду таким вопросами а бог ли все правильно делает а нужно ли оно нам тысячи может быть хорошо что православные католики его отвергли то что при моем желании свалить отсюда здесь больше не появляться до новой земли и нового неба а тут оказывается еще тысячи лет еще тысячи лет придется на земле прожить но в таком аду в каком сейчас земля находится не хочется здесь вообще и секунды находиться и лишь тем более сюда возвращаться и уж тем более на ней воскресать или дожив до второго пришествия с христа изменяться в бессмертную плоть еще тысячу лет и слушайте вот сколько я раз за вот эти вот видео проповеди о тысячелетнем царстве произнес вообще это слово этот период тысячи лет и кажется же мы так да ладно там тысяч или слушать это тысячи лет тысячи вот этих настоящих лет не 70 80 тысячу лет представить их но представьте тысячу лет назад католики с православными разделяли сколько с этого времени с этого с этих событий прошло времени это же это же одиннадцатый век двенадцатый сколько там всяких событий был это так давно было что возьмите я русскоговорящий живу на территории рашистской современной рашистской теперь федерации да у нас об истории рашистской федерации или россии как они называют я через два z теперь пишу да да до 16 века ничего практически литературы никакой нету не искусство не литература все где-то так с 15 16 века даже больше 17 уже начинается какие-то литературы картины вот как будто не было этой россии я уж молчу до тысячи лет вообще никто ничего не знает а ведь столько всего происходило возьмите с точки зрения какого-то одного человека папа посмотрите целая жизнь у него прошла это тысячи лет это 12 века то 13 века то 14 посидеть и поразмышляйте это целый век сколько жили сколько пятнадцатом веке было сколько в семнадцатом шестнадцатом восемнадцатом девятнадцатом в двадцатом веке сколько всех событий две войны мировые произошли только за 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 один век это не маленький период времени хотелось бы мне жить на такой земле еще тысячи лет да упаси меня бог я думаю для многих даже удивление что это говорю исповедуют эти тысячелетнее царство конечно же ну при этом я вам скажу следующее что вот при всем наших сегодняшних размышлений ставя в краеугольным камнем то что мы первое что мы точно знаем что я точно знаю как христианин да здравомыслящий во всем как и устин мученик писал первое да мы будем в бессмертной плоти второе мы будем со христом но и третье я говорю хоть это под вопросом это точно 20 третье под вопросом если действительно потому что одна из ужасных причин страдания человека это болячки болезни всякого рода то есть наша несовершенная плоть помимо то что она просто тленная если бы просто старели бы когда адам с евой там убили животное и вкусили смерть не так они еще болеют страдают мы все на протяжении жизни и вот под вопросом будет ли наше тело безболезненно если она не будет болеть то я всем говорил конечно же я вот допустим к 40 годам и кто знает уже больше десяти лет сильно страдаю я уже забыл что такое здоровье но я прекрасно вспоминаю свою жизнь насколько это могу там в 20 лет мне конечно же разные были болячки но все-таки в основной массе ты как бы здоров и тебя просто накрывает были некоторые может такие полу хронический полу потому что они тоже могли целиком засыпать так скажем потом как проснуться вот ты когда здоров как говорит как бык я все хорошо ну конечно жизнь кажется на момент прекрасным уже неважно что там жара под 40 или мороз под минус 30 ты все равно как-то более-менее живешь денег может не копейки но все-таки как говорится здоров ходишь уже ты хотя бы можешь просто гулять чем-то заниматься с кем-то общаться любить как говорят но смысле плотской любовью целоваться обниматься если это там какой-то человек с кем-то плотские наслаждения разделяешь да вот казалось бы то есть можно и без ничего как говорят найти повод для радости да или там совсем с минимальными возможностями можно взять карандаш счет порисовать потворить это что же нам радость доставляет вот и конечно же я к серверу если даже эти три условия хотя бы буду даты бессмертен ты абсолютно здоров и ты со христом с богом бессмертным вечным богом любовью снова на земле который наш наш творец создатель жених и тот же друг и все на свете да вы помните абсолютное воплощение истины и бы слова истина стала плотью и обитает с нами конечно же что еще может быть лучше казалось бы уже одного этого смелым и рай в шалаше да то есть со христом уже в бессмертной плоти как он здоровый как и он и даже пусть в шалаше уж не говоря о том что я уверен что если мы там будем что-то созидать земле обетованная она будет тоже прекрасно целыми днями да то конечно же это я просто вру в таком состоянии что действительно я уже столько лет страдаю и живем мы все заметьте все так скажем святые люди там конечно суд христов покажет насколько кто свет вот ну плюс минус возьмем какой-то какой-то от 30 до 100 как иисус рассказывал да ну хотя бы от нуля до 100 главное что зла не творят эти люди вот конечно мы все разбросаны по всему лицу земли мы не имеем радости общения до радости совместного созидания разделением то скажем радости ну веру посмотрим будет ли там скорби какие у нас в земле обетованы то конечно же я могу тогда и 4 добавить о том что наконец-то мы здесь не можем заметьте живем порой даже где-то недалеко друг друга в 100 в 200 километрах мы даже не можем встретиться у всех своя течение своей жизни свое течение жизни своей заботы мы не можем даже в гости друг другу порой приехать на пару деньков семьи дети же там доход домашние животные ничего бросить никто не может я целая проблема уехать кто такой как я на борт одиночка ты как раз даже дом действительно не оставишь лишний раз пусть он и не живой да вот для всего нужны деньги возможности и так далее да куда-то там съездить кто-то живет в разных странах и мы действительно поэтому 4 смотреть уже 4 мы наскребли да если так бессмертие понятно со христом тоже два табу вообще уже на все и тут даже табу к размышлениям я имею ввиду все понятно мы бессмертным и со христом здоровье будет полнота но уже другое дело мы еще все вместе будем земле обетованной но это вообще какое счастье да конечно уже четырех этих вещей конечно же возможно тут сразу появится желание и пожить даже на этой земле тысячу лет вот так вот такие мои размышления да надеюсь вам не без интересной ну давайте я дальше почитаю будем ли мы жениться выходить замуж рожать детей будут ли детские сады школы университеты будет ли наука научные институты там чем вообще будем заниматься будет ли сотрудница с другими царствами ведь иисус будет править не над землей тысячу лет а у него будет царство если в первое пришествие не было у него своего уголка даже где голову преклонить то тут будет тут будем мы всеми в определенном на определенном клочке земли царствовать но будет вокруг и другие царства останутся народы до зверь пророка все будут выброшены вся эта верхушка айсберга вся эта голова будет срезана все воинство которого стало против бога против добра но много средненьких людей так называемых тепло-хладненьких останутся на земле да вот они тоже будут параллельно жить развиваться вот как все это будет заметьте ведь все это будет тысячу лет да посмотрите-ка насколько сейчас быстро идет технический процесс а мы что в каменный век опустимся или мы дальше будем развиваться а как же весь современный мир чем мы будем и разу не зачем ходить школы что там делать то чем мы все будем заниматься один из важных вопросов сможет ли человечество прожить тысячу лет без войн и революции да мы в своем царстве будем но почему у нас как в откровении написано только через тысячу лет захотят благодаря тому что дьявол будет отпущены из бездны областит народы опять восстанут на святых и город возлюбленный почему этого не произойдет раньше что люди тысячи лет смогут я пишу и революции то есть не станут восставать против своих там что у вас правители что из мира уйдет алчность жадность и все прочие вещи да дьявол будет скован на тысячу лет а все остальные без ведь он третье когда с небес они будут низвернута ведь и дьявол будет не вернут ни один с третью духов с небес да они тоже или нам в образе дьявола показано что и все остальные так называемые духи злобы то есть бесы будут вместе с ним туда зави запечатлены или они останутся на земле где они будут будут ли они обращать все это время ну хорошо даже если их никого не будет они действительно вместе с дьяволом будут закованы в бездне на тысячу лет но разве яков не писал разуме с вами все не знаем что каждый человек обращается собственной похотью грех то это человек остается личностью свободно избирать между добром и злом даже дьявол и и ангелы и ангелы его как говорят да бесы они лишь только обольщают поступает плохо человек сам по собственному выбору они не способны даже принудить человека к злу это выбор человека свободу там он за него и в ответе что тысячу лет те же люди которые останутся которые с нас с вами сегодня окружают которые здесь не покаялись до второго пришествия с христа что они будут какую-то супер праведную жизни вести и что все у них там будет хорошо и тысячу лет никаких революции на земле не будет не будет войн если будет почему они раньше на стан святых и горд возлюбленные решат напасть да то есть как видите вопросов очень много на самом деле конечно знаете можно сколько угодно размышлять и каждый такие размышления может натолкнуть к вас к мысли может никакого тысячелетнего царства на земле не будет но вы знаете все это не так не то что я вы знаете как я отношусь к библии спокойно не потому что там вот в библии что написано то нерушимо нет это действительно я не сомневаюсь просто в этом плане божьем потому что я в нем теперь перечислили плюсы какие я вижу я знаю что бог есть любовь вижу в этом во втором пришествии с христа на землю в тысячелетнем царстве на земле вижу второй шанс человечества тоже бог есть абсолютная любовь ибо при двух или трех свидетелях истинно всякое слово это вот действительно в этом просто видно это будет такой еще один период во первых это будет удивительный период вот для христиан воскресших со христом это будет второй шанс так скажем так скажем авто вторая возможность действительно все таки кому как обнуление да мы с вами становимся все первым человеком адама месье вы кстати в каких телах мы воскреснем точно ли каждый воскреснет мужчину в теле мужчины женщина в теле женщины особенно если они проживали не одну жизнь на этой земле да тоже всякие вопросы но как бы это тоже не суть важно я говорю будем ли мы жениться замуж выходить рожать детей опять большой вопрос большой вопрос и и яме к тому что у нас действительно будет шанс прожить жизнь тем более со христом которую мы добровольно уже приняли не так как его было первое пришествие его никто не принимал за вечного бога любовь пришедшего имеющего плоти до явля явившуюся в этой плоти и бог не обрел плоть иисус всегда был прежде нежели аврам иисус сказала себе как бог сказал мы все себе я есть я просто есть я всегда был есть и буду именно в этой плоти неважно она изменяется но бог бог всегда реален бог всегда видим как раз не видим никогда отец небесный прошел внутри него это ум это разум это источник это символ начала вот и все и мы созданы по образу и подобие бога по образу и подобие иисуса христа так вот мы все с вами когда будем эту жить на земле тысячу лет на это это будет такой второй шанс так скажем из земли сделать царство божье царство христа потому что мир будет опять же в раю то все было хорошо я говорю а получается если природа не изменится то есть опять какой-то такой не совсем гибрид по идее новый шанс будет в царстве небесном дан дан где и природа будет измененная уже опять в райскую сама по себе здесь получается только мы сначала преображаемся мы становимся опять тем человеком но мир вокруг нас не становится у нас более сложная задача чем было в раю если в раю мы должны были из рая сделать царство божие то здесь мы сами опять этими адамами и с евой став мужа из царства ада должны царство божие сделать а задачка это посложнее да ну когда мы сделаем как или будем стараться делать неважно как какой результат будет результат в принципе дела и все дела сгорят но этот результат пойдет как говорится с нами туда потому что мы это сделали мы именно потому станем достойной царства небесного этой уже измененной природы тоже мы сами будем ее менять так скажем это показатель наших желаний нашего труда это очень вот это все важно то что вот такие вот у меня размышления ну и как я давайте с этим уже этапом заканчивать я подытожу это все внешне конечно же дело даже не в том что это в библии написано а в том что я знаю что бог есть любовь а из этого я абсолютно ему доверяю кто знает историю моей жизни рассказывал что когда бог не явился 13 лет тому назад что он не сказал купить библию и несмотря на то что я был вообще от всего этого далек и так скажем даже даже сторонился это даже отрицал это то для меня это эти слова которые я услышал реальный голос я воспринимал его как что-то что кто мне желает все самого доброго вот что если я это сделаю это будет мне очень большим счастьем вот так вот и поэтому я прекрасно знаю кто такой бог и знаю что все что будет все будет во благо вот пусть мне сейчас я гадаю просто на все не открыто но по факту мы знаем я верю что у бога самый идеальный план нашего нашего обожения да чтобы мы стали богами самыми настоящими и что все 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 бытие стало вечным райским как раз вот так потому что мы все это будем со сами так скажем познавать достигать и получим в концовке то к чему стремились ну давайте с вами двигаться дальше а то мы так застрянем на одном вопросе теперь поговорим о внутреннем это тоже важно на самом деле мы будем во внутреннем говорить чисто тоже как не то что внутренне это все принципе тоже немножко внешне это моя плоть поэтому а внутримо духовно мы поговорим в третьем до двух душа и тела или мир вот вокруг меня мое тело и я мы по такому по таким ступенькам идем внутренняя природа человека изменится пишем в чем и насколько изменится плоть изменится природа плоти человека будет ли христианин болеть на что будет способен организм человека как сверхъестественно человек сможет влиять на окружающий его мир природу животных духов и людей ну сверхъестественная имеют дворе относительно всех тех людей которые будет жить на земле но я пишу следующий комментарий так как в самой 20 главе книги откровения об этом ничего не не сказано то мы можем обратиться лишь к описанию воскресшего христа и всех тех событий которые происходили в период его от его воскресенье до его вознесения это все что мы можем знать в книге откровения ничего в 20 главе нам никаких подробностей не оставлено и все очень кратко что мы просто воскреснув будем царствовать со христом тысячу лет это все что нам известно действительно все что мы можем по плоти посмотреть мы знаем что христос воскрес воскрес во плоти и что мы за ним воскреснем в такой же плоти как и он поэтому но а бессмертие я говорю мы и по его образу и принципе нам прямо иисус говорил и все писание даже ветхий за это об этом говорит мы воскреснем и обретем полностью бессмертную плоть это так это так здесь и в принципе добавить уже нечем абсолютное здоровье я пишу но это не точно но тут я надеюсь юмор и сарказм поймут те кто русской русскоязычный контент потребляет абсолютное здоровье но это не точно принципе уж поразмышлял но еще чуть-чуть кратко скажу что конечно же если не иметь этого здоровья смотреть будем подвержены всем каким-то страданием тут период тут разнос разговора может быть очень большой начинает того что в принципе я когда даже мерзну это страдание или жарко вы знаете как он невыносимо это жара ничего делать не можете жарко солнце тебя обжигает если ты на нем проведешь весь день без там рубашки ты просто сгоришь у тебя кожу покроется волдырями у меня он есть ожоги еще с детства как мы там с ребятами летом переборщили весь день сидели вот тоже там уж волдыри вздулись до сих пор такие пятна небольшие кожи пигмент на все это это что же страдание то есть действительно мы чуть шаг влево шаг вправо да чуть не туда можем ли ему утонуть вот тоже большой вопрос но как будем плавать купаться там в ордане или где-нибудь еще мы можем утонуть или нет мы можем захлебнуться тоже большой вопрос к чему это относится к здоровью не здоровью да может нас какая болячка поразить мало чего там в этот иордан кто-нибудь там наверху или наливает да как всегда сбрасывает то есть тут вопросов конечно же что 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 внешне и как они будут все на нас эти влиять какие-то вирусы там еще что-то изнутри у нас будет ли ломаться да как у нас все это будет работать какие каковы и способности а принципе пишу самого организма вот к этому сам обновлению или продолжению борьбе совсем как это иммунитет да то есть я говорю такими нашими терминами да но вы понимаете о чем я то есть принципе будет у нас действительно вот это вот абсолютное здоровье большой вопрос мы с вами не знаем для кого-то муж кажется такие вопросы и мысли богохульными а болел ли иисус вот хотя бы в первое свое пришествие мошка искать что нет он не болел но тогда можно сказать что она не умер бы может тогда нет он приобрел такую же плоти если она была такая же то можно все-таки болел он прожил обычную самую настоящую абсолютную человеческую жизнь болель болел ли он когда ему был годик-два как мария за ним ухаживал 3 у него совсем никаких проблем не было как у всех младенцев там простудка какая-нибудь сыпь там не знаю что там у детей у нас чё только не бывает да чё у них никаких болельщик не было он не ранился до когда плотничал там заносы себе не попадали что у него была какая-то другая плоть нет самой такая же как у нас с вами это очень важно поэтому это никакой не богохульство это как раз очень здравомыслящие мысли я считаю христианина таким вопросами задаваться да так вот и воскресшая плоть какова она будет все между смертью и болезнью грань то да такие вот да вещи да дальше я пишу иисуса не узнавали то есть я я к тому что бессмертие мы это знаем а по здоровью мы уже большой вопрос да даже по воскресшему иисусу мы ничего не можем знать что он там несколько дней пожил что можем знать был он подвержен опять каким-то болезням нет если был до этого да и опять же я в конце я скажу а будет ли мы вообще прям в таком же теле как иисус и вы сейчас поймете о чем давайте дальше разбирать мы знаем с вами после воскресения иисуса его не узнавали вот реально не узнавали никто кто-то может назвать какой-нибудь наверно психологи или кто-то психотерапевты или подобные люди с подобными науками и профессиями каждый вот это был какой-то шок ведь они же все-таки не верили в его воскресенье хотел он не раз об этом говорил у них был такой что как бы ты когда не веришь человек воскрес и знал точно что он был убит ты даже виде его подумаешь это не он просто очень похож или еще что-то ты как бы не воспринимаешь уже потому что знаешь что он мертв у тебя то мы же видим то что мы хотим ведь все это это доказано действительно разными опытами что мы там слышим что хотим слышать да порой нам говорят другое а вот из нас такие мысли мы так читаем сами кто себя ловил на таком вот порой смотришь про ночью и как я читал ты вот тут другой написано я вот уже свое потому что мне одно в голове и они и действительно никто вот никто если вы прочитаете вообще я сейчас напомню а я вам комментарий свой не прочел на будут прочесть тогда бы я ничего не забыл так как в самой 20 главе книги откровения об этом ничего не сказано вот о природе человек какая будет то мы можем обратиться лишь к писанию воскресшего христа и всех тех событий а нет я вам прочитал да я к чему хочу сказать что это очень легко если вы хотите сейчас хотите мой ролик на паузу поставьте или после познакомьтесь все что вам нужно прочитать это матфея марка луки это все последние главы прям открываете последние главы соответственно 16 какая там 21 и 28 до марка луки и матфея и иоанна 21 до старая там две главы получается по воскресенье христа вы их просто прочитайте вот вам и все вы за всем познакомиться не надо вам где-то бегать искать это не разбросанно это все последние главы но в евангелии от она две последние главы и попытайтесь сами найдите что может я что-то пропустил и не видел вы увидите что абсолютно все никто его не признал мария магдалина не признала лукас не лука некий там ученик ним не узнал иисуса ну там лука не лука не важно было мы не совсем видим по евангелию то есть двое из учеников которые помните шли да и за маусом его никто не узнавал да все его узнавали уж когда он прям уже все говорили в горнице они ожидали там ну как боже да а так его как бы никто не узнавал вот это очень показательно да вот уж мария магдалина бы явно христа признала нет она господин там она душит садовник какой то есть ты унес его скажи где положил уж если мария магдалина не узнала одна из ближайших его спутниц так скажем тоже женщин которого окружали ничего нам не признал ученики его не признали когда он с ними шел да вот его не узнавали я даже поэтому здесь ссылок никаких не стал давать прочтите дела увидеть что его может как никто не узнавал по крайней поначалу потому что когда друг другу стали говорить что видели уже у них меняет сознание уже когда он там стал к ним появляться они его узнали иисус являлся людям исчезал как ангел здесь это лука 24 31 глава 24 стих 31 тогда открылись у них глаза не узнали его но стал невидим для них это как раз вот тот случай где два ученика шли иисус их догнал они разговаривали всю дорогу потом остановились на ночлег они упросили остаться он преломил хлеб они в этом преломлении уже его узнали когда он им стал говорить рассказы и только они хотели с ним побыть так скажем написано что он стал для них невидим просто испарился исчез иисус проходил сквозь стены ванна мы с вами читаем я кстати не зря такую говорящую картиночку взял где фомане верующий вы помните иисусу все хотел в ранах поковыряться да вот и мы с вами себя сидим и ковыряемся что же там будет с вас крыш с воскресшими людьми воскресшим христом с нас нами с воскресшими поэтому такую картинку с таким небольшим сарказмом может быть взял ему специально говорящую в тот же первый день недели вечером когда двери дома где собирались ученики его были заперты из опасений от иудеев пришел иисус и стал посреди но тут пришел слова не совсем про появился лучше сказать в других переводах пом так и есть появился иисус и стал посреди и говорит и мир вам то есть мы видим что иисус как проходил сквозь стены хотите сквозь крыши где угодно то есть мы видим что ученики запирались человек пройти не мог запирались так чтобы иудеи не пришли там их не схватили никто просто так в дом войти не без разрешения не мог когда они там молились разговаривали кушали причащались вот это так скажем до воспоминания господа вот мы видим что иисус спокойненько в этом доме появился как исчезал так и появлялся да иисус сразу являлся нескольким людям эта подробность вообще известно через апостола павла удивительно потому что павел вообще не был вы знаете же не прямым учеником иисуса сейчас я чуть-чуть уменьшить чтобы у вас на экране все было иисус не был ни учеником иисуса прямым да не все их события не видел откуда ты мой стал известно может кто рассказал и вот он до нас такую подробность сказал это как раз первое послание коринфянам 15 глава кто знает она целиком посвящена воскресенье христа учеников он обличал тех даже не просто учи там церкви каких-то участников общины да нет самих там начальников которые уже начальствующий как павел писал стали в церкви который он сам насадил проповедовать что их и христос не воскресал и люди не воскреснут во христе и все прочее он уже это по сути такая обличительная его глава против противящихся воскресенье вот так я ее назову да вот и поэтому я вам только 6 стих скажу ну там можете прочитать всю 15 главу по воскресенье я целый ролик кто помнит записал нет воскресенья апостол павел всех нас обманул как раз поговорил вот на подобную тему но я все это в кавычках естественно брал потом явился иисус более нежели 500 братьев в одно время из которых большая часть даны не в живых а некоторые и почили то есть иисус одновременно в одно мгновение оказывается являлся больше 500 человек то есть мы с вами можем быть в одно время в одной точке мира в одно и то же время в одно мгновение если хотите секунду как угодно но словно мгновение больше подходит иисус в одно мгновение оказывается может конечно здесь что-то другое кто-то скажет подразумевается в одно время уж мы знаем все это переводы но я читаю это вот как так что тут есть именно такая че такой смысл причем там контекст есть агрон явился от петру там павел перечисляет кому там являлся иисус да а потом вот явился в одно время 500 братьев ну похоже что одновременно удивляться тут нечего да что мы можем вот так вот раздваиваться расстраиваться богу все возможно все что в голове у человека есть у человека то возможно в реальности мысль материально а бог есть мысль бог есть слова бог есть логос села мысль потом слова вот так вот это что мы знаем да это вот тоже интересные вещи я к чему все говорю давайте еще раз по пройдемся по моим ладно будет ли болеть можем до бессмертная плоть допустим берем что болеть не будем было бы хорошо на что будет способен организм человека да то есть внутренние все его способности все его мы мы же видели просто христа в такой же плоти был очень похожи даже на эту плоть которую мы да он был внешне немного не похож его не узнавали но плоти у была в принципе никто не говорил что он стал рептилоидом каким-то инопланетянином нет никто не удивлялся что это какой-то недочеловек он выглядел все абсолютно как и было да вот но как сверхъестественно человек сможет влиять на окружающий мир природу животных и духов это чем я говорю следующий пункт я пишу что иисус и до воскресенья своего заметьте еще мы с вами по воскресенье разобрали все такие вещи да но иисус и до воскресенья вернее давайте я еще раз на что бы способен организм человек я продолжаю тот же самый ум да ведь все ученые говорят что наш ум раскрыт там на там пять процентов кто говорит 10 кто 13 там разные да на что будет способен наш наши все это скажем органы внутренние тоже важно ум основой которого является да какие способности я буду как я буду мыслить да вот действительно если мне смысл учиться в какой-то школе если мне все знания открыто если мне открыты все вот эти вот вещи если я могу сам может быть это то же самое бессмертие обретенное может быть это какая-то функция которую я нажимаю внутри себя омолаживаю свои почки печенью ведь мы же не знаем самого этого процесса или это просто дар и мы ничего не делаем или я как-то к этому сел помедитировал обновился да что то такое то есть мы же не знаем как это происходит вот не зря есть образ что в раю это было древо жизни с которым надо было есть да или помните этот мультик рапунцель она гладила там цветку при прикасалась песенку пела я омолаживалась потом там девочка это принцесса с волосами стала на там эти волосы гладила девочка песенку пела она омолаживалась да то есть будем ли мы что-то делать или мы просто бессмертно какие будут способности организм который сейчас как бы закрыты для нас древо жизни и архангел стоит с мечом не пуская нас древо жизни будем ли потом надо бы будет кушать что под этим подразумевает целью там помолилась помедитировал вечером вдохновился сколько мы есть будем зачем мы будем есть наша плоть будет нуждаться в продолжении жизни пи от пищи или мы сможем почему здесь это суета должны все растить где-то зарабатывать что трудиться одно дело есть ради радости вкусовых там ощущения всего этого удовольствия от наслаждения а другой дел террораб еды мы зависим от этого сможем ли мы не есть годами месяцами столетиями тысячелетиям рады есть мы будем для чего для радости вкуса или для нужды нужда это уже горе а если для радости да но я взял я не хочу себе вообще ничего просто сижу все и кайфу ничего не охота хочу день просто отдохнуть просто побыть в тишине и спокойствие не знаю что мы это тоже радость испытываем одно дело тебя кучу забот и ты час посидел а там уже дети голодные а там уже я сам голодный надо идти ты не можешь расслабиться ты можешь вообще полностью расслабиться никуда бежать не надо нам никому не надо никуда бежать. Я говорю, а если детей будем рождать, они будут бессмертные или смертные? Видите, сколько вопросов. Ну и дальше я пишу, что я пишу. Как сверхъестественный человек сможет влиять на окружающий его мир, природу, животных, духов, людей? То есть, что с природой? Как мы будем выращивать? Кто знает, кто занимался земледелием в современном мире? Это такой же ад. Я говорю, целая проблема что-то вырастить, целая проблема, чтобы это выросшее у тебя, да вообще до плодоношения дожило. Если дошивёт, какие плоды? Да, что само тоже болеет. Всякие микробы, грызуны там, чего только нету. Вредитель, как их называют, да? Жара, сухость, то наоборот залило, всё сгнило, градом побило. Что это будет? Иисус спокойно, вы помните, и смоковница засохла по его повелению. Тогда образ был, да? Бесплодная смоковница, на что она и землю занимала. Я не сомневаюсь, что Иисус, вы помните, как хлебы приумножал. Если мы можем хлебы приумножать, то зачем нам вообще что-то там выращивать? Одно зёрнышко, по одному зёрнышку раздаст нам Иисус. И на всю тысячу лет, да, вы помните, как мука не кончалась у вдовы, которая Илью приютила на три с половиной года. Зачем нам тогда трудиться вот это всё? Ну, для радости, да, созидание. Но сегодня хочу созидаюсь, сегодня не хочу отдыхаю, наслаждаюсь покоем. Бог любит покой. Мы тоже с вами любим покой. Будем ли вообще спать, кстати, большой вопрос. Будет ли нам сны снится? Тайна сна? Зачем, если мы уже всё? Видите, сколько вопросов. Так я к чему? И вот влиять на природу, да, как мы будем? Если у нас будет уже не проблема, что иссушить смоковницу, что наоборот из палки втыкнуть, она тут же засветёт, причём в момент, да, и даст плоды может быть даже, вот, то это будет другое земледелие. Это уже не то, что здесь адское. Ты тут пашешь под знойным солнцем, да, иссушающих ветров градус неба сыплющих. Или ты просто подошёл, посадил семечко, у тебя тут же прекрасно это, и ничего не болеет, и всё. Ты его энергией жизни можешь подпитывать, просто ходить, гладить. Есть цветоводы, я знаю, они цветочки гладят. Да я сам могу подойти и с цветочком поговорить. Люблю листочки тоже там погладить, потрогать там. Вот. И всё, ты его потрогал, он исцелел. Тебе не надо бегать какие-то химикаты, или даже пусть натуральные какие-то средства покупать. Нет, ты просто подошёл к нему, прикоснулся, и он помните, как кунг-фу панда. Энергия ци, и хоп, цветочек ожил. Да, ты видишь, он чуть подзавел. Вот. Как всё это будет? Как будет влиять на животных? Я почему там, я сказал про манипулируя пророков, помните, вот эти вот места у пророков, где там лев будет с ягнёнком пастись, это же когда мы с вами про внешнее рассматривали, я именно там про это в основном намекал, и вот эти места, где у Исаи особенно сказано, это сказано, о новой земле и новом небе. Это не о Тысячелетнем Царстве. Я сейчас вам ничего доказывать не буду. Кто хочет что-то из Ветхого Завета выдрать, или мне там плюнуть, или не плюнуть, но просто написать в комментарии от чистого сердца. Вы сначала со мной Ветхий Завет прочитайте со всеми комментариями, все эти места у меня на канале, всё это есть. Я и там показываю. Это всё не о Тысячелетнем Царстве. В Ветхом Завете им было закрыто это. И даже в правом, как говорится, они много говорили, чего не понимали, но просто, как говорится, Бог им открывал, а не передавали, там нет этого. Я могу это показать, доказать. Поэтому, насколько будет животное, любить нас. Ну, мы-то любить их будем, понятно. Христианин из невеган, то он и не христианин. Но как животное будет на нас реагировать? Понятно, христиане не будут их ни порабощать, больше никаких ни клеток, ни цепей, ни доений, ни скотобой, ничего в Царстве Христа, конечно, этого ничего не будет, никаких-то жертв, опытов, шуб. Это будут, конечно же, веганы, христиане. И к животным они будут относиться с любовью, как должны были относиться в Эдемском саду, в раю. Но сможем ли мы как-то на них воздействовать? Можем ли мы их понимать, а не понимать нас? Сейчас всё это происходит на уровне инстинктов. Я уж молчу про инстинктов любви. Он подошёл к ноге, прислонился, хочет, чтобы погладили. Про дрессировку я вообще молчу. Это всё такое себе. Не от Бога, так скажем. Палка, пряник, это всё не совсем. Будем ли мы их по-настоящему понимать? А они понимать нас. Вот это вот тоже интересно, да? Насколько дальше духов, ангелы... Ангелы где будут? Видимо, невидимо уже в этот момент? Видимо нам, невидимо всем остальным людям? Я говорю, останутся ли эти бесы на земле? Низвергнутые с неба? Или они будут закованы? Если останутся, будем ли мы, как и Христос, иметь дар над ними власти? Ну, к нам-то они понятны уже. Возможно, они будут для нас видимы, как и ангелы. Уже это не будет где-то вот здесь, под кожей. Потому что мы будем в другой плоти. Они на нас никакого внутреннего воздействия не будут иметь. Но мы будем их видеть. И будем видеть их воздействие на других людей. Но сможем ли мы так же, как Иисус? И должны ли будем их освобождать от этого, как всё это делал Иисус в Евангелии? На людей, вы помните, как... Ну и давайте я, да. Ну и на людей. Сможем ли мы людям помогать, исцелять этих так же народов там и так далее, которые будут приходить, проповедуем истину. Как Иисус сказал, идите, проповедуйте. Царство Божие истину, исцеляя больных, воскрешая мёртвых, изгоняя бесов. Будет ли всё это актуально в тысячелетнем царстве? Ну, проповедь-то будет актуально. Для этого и дам второй шанс человечеству и всем народам. Но будем ли мы обладать всеми этими дорадами? Большой вопрос. И более того, я пишу такую мысль, что Иисус – это всё, вот это, ведь Иисус и до воскресения, я пишу, что Иисус и до воскресения своего ходил по воде, укрощал бурю, приумножал хлеб, притворял воду в венцо, исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мёртвых. Всё это Он, кстати, делал, я почему этим заканчиваю, и до воскресения. Иисус был бессмертным Богом, вечным Богом, любовью, воплотив пришедшим для людей, пришедших на землю, чтобы дать людям путь жизни, путь святой жизни, благодаря которому человек становится Богом, таким же, как Он, абсолютной любовью. Но всё это Он делал и до воскресения. Ходил по воде, это удивительно, Он не тонул, я Вам сказал, можем ли мы захлебнуться, да Иисус и до воскресения, оказывается, не мог. Удивительно, удивительно. Видите, когда такие места собираешь, задумываешься, размышляешь, философствуешь, мудрствуешь, да, какие интересные вещи для каждого открываются. Ведь Иисус всё мог это делать и до воскресения. Примножал хлеб, притворял воду в вино. Это здорово, да, то есть всё это и так было. Так а мы-то хоть по воскресению будем такими дарами обладать? Вот тебе винишко, вот сухарики, что ещё надо от жизни, да? Вот, это удивительно, да? Всё он это делал, ему ничего при его жизни, ибо он Бог любовь, именно на этом, кстати, именно обращая на эти все места в Евангелии, кто знает причтение, я ей доказываю, показываю, тем самым доказывая, что Иисус был Богом. Ему не было ничего неподвластного. Всё, что описано в первой главе книги Бытия, Бог как говорил, так и становилось. Иисус нам явно явил в этих делах, кто он такой. Иисус прямо говорил, не верьте мне, посмотрите на дела мои. И я всем, как любят там тыкать всё время, что мусульмане, что христиане даже, псевдо-христиане, или язычники, что где ты взял, что Иисус Бог? Говорит, да посмотрите на его дела. Разве не очевидно, кто он такой? Для меня очевидно. Ну, в общем-то, я такой комментарий пишу, уже заканчиваем это с вами тоже внутреннее. Вопрос по внутреннему. Будут ли ученики Христова обладать полнотой божественной природы со всеми дарами, или эта полнота ещё раскроется на новой земле после великого суда над всеми народами? Ну, то есть, вот такие вопросики я вам накидал. Надеюсь, они вам будут интересны. Вы тоже поразмышляете. Ну, и теперь давайте перейдём к третьему, последнему пункту, разделчику, и поговорим о самом важном. Я так начинаю свою речь. Иисус свою апокалиптическую речь, возьмём Евангелие от Матфея, 24 главу, поведав ученикам о последних временах, закончил такими словами. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придёт. Но вы знаете то, что если бы знал хозяин дома, в какой час придёт вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего, потому и вы будьте готовы, ибо в час, в который не думаете, придёт сын человеческий. кусок самоуместный, такой плавный переход, о том, о чём хочу и поговорить, я пишу. Говоря, как бы всё, что всё это хорошо, что вы теперь имеете знания о последних временах, да, я вам всё тут открыл, вам открыто будущее, но это всё, но это всё сделает, не сделает, я тут, но, но это, я тут опечатку у меня поправлю, но это всё не сделает вас гражданами моего царства, а сделать это может только святая жизнь, потому что вот это все знания, и как мы с вами, я к чему сейчас веду, ладно, дочитаем, а сделать это может у вас только святая жизнь в любви ко всему Божьему творению, потому затем Иисус рассказывает ученикам в трёх притчах, кто помнит, о том, что должны пастыри раздавать хлеб вовремя, а не есть и пить, и бить, и бить рабов, слух своих, да, рабов Божьих, да, от десяти девок, которые ждут своего жениха разумных и неразумных, это всё притча о суде над христианами, и о том, кому даны таланты, и кто будет выброшен во тьму внешнего, всё это помните, и потом Иисус рассказывает о великом суде, где все предстанут, и кто делал кому-то, тот делал Богу, тот встанет всё равно по правую руку, тот тоже окажется в небесном царстве, а кто зло творил, будет козлами по леву, и пойдут в биген огненным, потому что не сделали кому-то, не сделали Христом. Я к чему говорю-то? Иисус действительно, сколько им наговорил, они его спросили, какой признак второго пришествия, последних времён Иисус им всё рассказал, заканчивает чем? Итак, теперь, зная всё это, бодрствуйте. Мы с вами тоже сколько поживали, поразмышляли, это всё хорошо. Вы знаете, я ни один из своих роликов стараюсь не оставить без проповеди истины, чем это видео тоже и заканчиваем, что естественно, не эти знания, не эти размышления, все наши сами фантазии делают нас достойными в воскресении во Христе или изменения, когда Он придёт, тех живущих, кто достигнет этого второго пришествия, не это сделает нам достойными гражданами сначала тысячелетнего Царства, а потом и Царства Небесного. Конечно же, это делает нас святая жизнь в любви. Это очень важно всегда понимать, а поняв, помнить, не забывать в этом жить, подвязаться, возрастать и достигнуть совершенства в любви ко всему Божьему творению, в природе, к животным, к духам и к людям. Не забывайте об этом. Знания о тысячелетнем Царстве, что мне дают здесь и сейчас, как отражаются на моей реально христианской жизни в любви ко всему творению Бога? Я пишу, что это самый важный вопрос, ответ на который должен знать христианин. В принципе, я вас к этому уже подвёл и ещё вам приведу цитату Христа. Ищите прежде какие-то знания. Мы с вами поговорили, на самом деле знания-то не бесполезные. Знания о том, что грядёт, что будет, даже то же самое тысячелетнее Царство, знания тысячелетия, о всех этих размышлениях, о которых мы с вами сейчас поговорили. В принципе, что-то мне всё равно могут дать, а что дадут они мне? Вот я задаюсь таким вопросом. Знания эти, что дают мне сегодня и сейчас в моей реальной христианской жизни, в любви ко всему Божьему творению? Это важный вопрос, на который я говорю. Это, по сути, вопрос сегодняшнего видео. Но я пишу, что на этот вопрос каждый христианин должен найти ответ. Иисус на него дал. Ищите прежде Царство Божьего и правду его. Я думаю, всем известна, конечно, фраза. И это всё плотское, внешнее, земное, приложится вам. Поэтому, что эти знания дают мне? Естественно, я по образу цитаты, речи Христа, заповеди Христа, если хотите, и разделил тоже на два пункта. Ищите прежде Царство Божье. То есть, будьте готовы к судилищу Христову. Единственное, зачем должен смотреть человек, это всё хорошо. Мы можем поразмышлять сколько-то там времени. У нас всех есть досуг, мы отдыхаем, мы что-то смотрим, кого-то слушаем, это тоже отдых. Мы что-то познаём, отдыхаем, гуляем, слушаем музыку, смотрим на красивые пейзажи в реальности или на фотографиях, на картинах. У нас есть отдых, у нас есть труд какой-то бытовой, всё. Но главное, что мы во всём должны что быть? Достойны святой жизни и поступать в любви. То есть, поступать со всем миром, который у нас окружающий, так, как мы хотели, чтобы поступали с нами и прежде всего никогда-никогда никому ничего в этом мире не делать того, чего мы не хотели себе. В этом весь закон, ведь есть пророки, все пророки и весь закон блага бытия, счастливой жизни, весь закон Божий. Поэтому прежде всего надо быть всегда, бодрствовать, то есть быть готовым. Как сказано, в чём застану, в том и сужу. Быть готовым к судилищу Христову, каждому христианину. Быть святым сегодня, здесь и сейчас, во всём. Не откладывать на завтра. А сегодня. Ну и второе, это раз, я вам уже засвидетельствовал, второе, не пренебрегать совершенством и в земных делах. Я знаете, о чём хочу сказать, вот что даёт это вот знание об этом тысячелетнем царстве в противовес тому знание, принятие этого исповеданий, проповеданий, если хотите, этим тоже надо заниматься. Что даёт это? В отличие от, мы с вами во втором ролике очень хорошо уже узнали, кто такие ахилизматики, амилистонисты, короче, кто не исповедует тысячелетнее царство, я вам рассказывал свою историю, вы с ней тоже в первом видео познакомились, что я как-то этому тоже не придавал значения в своё время, особенно когда практиковал православие, там вообще это было под запретом. И вы знаете, я когда жил и размышлял такими критериями, как православие, отвернувшее тысячелетие, что действительно, если во второе пришествие Иисуса Христа дела и все на ней сгорят, то какой смысл здесь чего-то вот строить, добиваться, особенно в русле и в контексте тех, а ведь у православных очень много направлений, частных, там каких-то проповедников, попов, или просто мирянин, там, как они выражаются, стал блог вести на канале, и там всё, вот завтра, вот уже три шестёрки, то-то печати, и нэ-нэ-нэ, да. И мне хотелось сказать, вот если вы, действительно, они к чему призывают, раз всё это завтра, всё, давайте бежать в пещеру, ничего не созидать, не строить, всё это сгорит, а какой в этом смысл? И действительно, я тоже думаю, ну какой тогда смысл? А вы знаете, вот эти знания о тысячелетнем царстве, действительно, ты начинаешь задуматься, слушай, и мы знаем, что Иисус действительно говорит, что в то время будут двое на постели, даже муж с женой, один берёт, другой оставляется, всё, что мы сейчас с вами живём, в бытовой жизни, двое на поле, вы помните, двое там друзей, рабочих, один берёт, другой остаётся, оказывается, действительно, это насколько вот разница с православными, с католиками, ты по-разному живёшь, и ты действительно, приняв, что есть тысячелетие, приняв эту истину, узнав о ней, кто-то когда-то в любом случае сначала о ней узнаёт, вот, и ты действительно задумываешься, слушай, ну если тогда земля и все дела на ней сгорят только после тысячелетнего царства, то живя сегодня, помимо того, что совершенства внутреннего, своей собственной святости, я заботюсь и о внешнем, заботюсь тоже о совершенстве, да, кто, кто созидатель, такие как я, люди меня поймут, ты созидаешь, и всё это созидание хочешь делать совершенным, конечно, я говорю, тебе печаль, тебя гложет, что всё это завтра развалится, но кто действительно, живёт этим принципом, он всё равно, даже несмотря на то, что завтра-то развалится, всё равно это делает, но уж тем более, уж не важно, что это, ты как бы за этими, этими однолетними, там, овощами, фруктами не ухаживал, всё равно ты ухаживаешь, пусть этого не будет, да, пусть это всё через полгода, там, сезон пройдёт, и всё это в труху, в тлен превратится, но пока это есть, ты ухаживаешь, ты грядочку хорошую делаешь, там, всё это украшаешь, не важно, что всё это потом, вся твоя красота, никто есть не увидел, она нигде не запечатлена, она канула в небытие, да, вот, и ты всё равно ухаживаешь, даже если это временно, но я говорю, а уж тем более, когда ты понимаешь, действительно, если завтра Христос идёт, и это всё, земля и все дела на ней сгорят, небо бежит от лица Господня, и всё, и тут великий суд, то, конечно, ты начинаешь думать, а зачем я вот тут что-то пыхчу, что-то делаю, а когда ты живёшь принципом, что во второе пришествие будет, восхищение, и что мы все соберёмся на этой же земле в одном конкретном царстве, но всё, что нас окружало, ведь всё это кому-то достанется, мы все с вами живём плохо, хорошо, но может есть какие-то круглые сироты, там уже не родители, не детей, родители, может ушли, дети рано погибли, или их не было, ещё что-то, да, может есть такие люди, но в принципе всех нас, в основной своей массе, всё равно, даже вот я сказал, да, у меня нет своей такой семьи, как говорят там, жены детей, но всё равно родители там живы, да, кто-то есть, ведь это кому-то достанется, просто по наследству, но если ты специально на кого-то не напишешь, да, да даже ты на кого-то тут именно напишешь, не важно кому, как говорится, ладно, короче, не важно даже кому, это кому-то достанется, вот, и действительно, святой человек, вы знаете, вот я там сажаю, большой сад хочу насадить, да, кто знает, кто за моей жизнью такой бытовой следит, казалось бы, зачем мне это всё делать, если я сам от этого не вкушу, но я не вкушу, а кто-то вкусит, я-то как благодарен за всё, на то, что я вот там купил, там этот дом поселился, и тут там есть там шелковица, которая уже лет там 20 или 30, она там супер плодоносит, большое, здоровое, крепкое дерево, шикарное плодоносище, ведь я же благодарен, что оно есть, что то есть, что то есть на участке, да, что было где-то сделано, заложено, какой-то фундамент, вот это уже есть, вот это колодец там выкопанный, я благодарен, не важно, что я даже сейчас купил, вот представим, что мне досталось, какая разница от кого, вот когда нам достается, мы же благодарны за всё это, вот, и как здорово, что есть эти вещи, которые вообще, возьмите, говорю, тот же сад, да, насколько это всегда дорогая вещь, участки с садом очень дорого, порой продаются, потому что это даже оценить невозможно, дело не в том, что ты его когда-то там сажень за 500 или 1000 рублей купил, сейчас это дерево взрослое, ты его не оценишь, сколько оно тебе плодов даёт, да, сколько было потрачено сил, времени на его ухаживание, вот, и что теперь оно тебе содержит, столько даёт тебе пищи, которую ты можешь потом даже продавать, и себе много делать, там, сушить всё это, да, вот, потому что это всё тяжело, и много деревьев погибает, и только настоящий садовод знает, сколько пришлось закопать, как говорится, в землю, чтобы там выросло то, что выросло, да, шнок погибает, на одном месте, где ты видишь дерево, уже может пятый раз он что-то сажал, и только с пятого раза там прихватилось, пошло и выросло, вот, и что это время именно, человек, который вот сегодня здесь селится, он тоже, когда он это вкусит, он вкушает чужой плод, и тот, кто действительно живёт святой жизнью, любвеобильной жизнью, из которого сердце, из которого льётся свет и любовь, он делает то, что не важно, кто это вкусит, потому что все мы одно, ты делая кому-то себе, делаешь, делаешь Христу, ведь тот, кто будет вкушать, это такой же Христос, который будет тебя благодарить, потому что ты кому-то сделал, Не важно, кто на твоем участке поселится, в твоей квартире, кто твой бизнес переймет или на твое место на работе придет, а ты уйдешь. У тебя там все слажено, все порядочек, ты всю работу настроил, у тебя все идеально. Не важно, работяга ты, управляющий, у тебя все налажено. На твое место придет человек, а у тебя все идеально. У тебя все работает, все крутится, ты там все настроил, у тебя все на своем месте. Если ты живешь таким принципом, ты понимаешь, что ты все равно кому-то делаешь. Ты просто любишь и просто это делаешь. Ну, конечно, говорю, когда завтра это все вот так, кажется, зачем-то, да. И вот эти знания, вы знаете, мне в свое время открыли вот это вот, что я жил таким более вот этим, я же, говорю, православие практиковал больше трех лет где-то, да, искренне, со всей глубиной, погружением, как я это делаю во все, да, вот. То действительно, ты живешь таким, а, там, что, завтра все, хандис. Хоть я там, говорю, вы знаете, не был апокалиптиком, но, там, говорю, практиковал православие. И, говорит, отдельно, как, говорит, маргиналы там любили на это, а я не видел всех окружающих событий, что вот приближается что-то. Я говорю, сейчас, вы знаете, я сам, можно сказать, стал апокалиптиком, ну, потому что то, что происходит, а через это еще Бог, вы знаете, мне много чего подоткрыл в последнее время, приоткрыл, да. Вот, но это вот, на это открыть откровение мои толкнулись сами события, которые стали ужасно происходить, что все тут ядерными дубинками уже сражаются, да, на руках. Вот, скоро по всей земле ядерные грибы начнут расти, вот, и, конечно, начинаешь по-другому все смотреть. Так что, вот так вот, и вот эти вот знания, знаете, мне дали, я к чему вас хочу призвать тоже, да, ищите Царство Божие, это все приложится к вам, ну, естественно, это все прилагается не даром, мы все трудимся. Мы трудимся и над своей святой жизнью, над самим собой, мы сами себя лепим. Весь этот протестантский бред выбросите из головы, что я спасен по вере, а дальше есть веселись душам. А Иисус всегда говорил о труде, о таком узком и тернистом пути к Царству Божию. Себя сделать не так просто. Хотя я всем говорю, кто поймет, что иго Христово благо, это сначала кажется тяжелым, но когда ты его несешь, со временем ты понимаешь, что иго Христово благо, а время легко есть. Иисус, оказывается, любить это счастье, оказывается, любить это просто, это счастье, это легко, оказался это никакой не крест, а это венец пальмовый, да, вот, конечно, это все и с терновым венцом связано, с икорбями, но все равно, вы знаете, когда ты страдаешь любя, как Петр и писал, да, если мы любим, страдаем, то мы счастливы все равно. Иисус писал, будьте блаженны, когда вас будут гнать, потому что ты понимаешь, что ты делаешь, ты сам достиг совершенства, и этим, как и Христос, проникаешь, проницаешь просто в сердца других людей. Когда убийца видит, что ты его любишь в ответ, да, он поражается этой любовью, не всякий, ну, кто-то может поразиться. Сколько сердец пронзила любовь Божия, явленная на кресте к своим врагам, я один из таких, да. Меня эта любовь сразила, наповал, оставила просто безоружным, без аргументов, как я должен жить, не иначе, как только так, поступать в этом мире так, как он. Вот так вот. И поэтому, конечно же, о земных делах я к чему хочу тоже призвать в конце, я такое, как бы, еще никогда, может, даже не говорил, не делился, вот, сегодняшний ролик-то за основание, может сказать, это взял. Но, действительно, я когда вот тысячелетие, так скажем, припринял, стал это все проповедовать. Но, опять же, я вам говорил, то есть, я до буквально этих событий, 24 февраля, когда расисты напали на украинский народ, как бы я и апокалиптиком не был, соответственно, тысячелетное царство еще далеко, потому что еще целая великая скорбь, целая книга откровений. Я, поэтому ты и так трудишься, как бы, может, ты даже для себя все это делаешь, конечно, можешь в любой момент восхититься, да, вот, и сам по себе без всеобщего восхищения и воскрешения, да, вот, то я, как, ты и так делаешь все, с трудом, с любовью, достигая совершенства, все шлифуя, вот, преображая, созидая, размножая, еще больше что-то творя, вот, но когда стали вот эти апокалиптические времена, я сначала задумался, ну, о чем, может, тогда все, хорош, надо тормозить, какой смысл, но при этом я вот стал размышлять о другом, что действительно, ну, пусть мне все это не достанется, все равно чем-то заниматься надо, вот, я счастлив, проповедую, при этом, там, занимаясь земледелием, да, ты немножко этим, немножко тем, у тебя гармония такая, баланс, потому что все тяжело, тяжело сидеть целыми днями на этом кресле, вот, ну, шесть компьютер, там, все эти материалы готовлю, как я записываю, вот, кто знает, идеально в жизни все-таки все, комбинировать, как-то менять, и здорово, когда ты можешь и этим заниматься, и пойти руками поработать, это гармония, это все идеально и классно, да, вот, и поэтому, действительно, казалось бы, надо все бросать, все, осталось тут 7-10 лет, да, до конца, казалось бы, что, тогда уже ничего не хочется, ничего не надо, ну, а потом я понял, что, оказывается, мир-то, ну, не понял, я это видел, и уже на этом глубоко стал размышлять, применяя к сегодняшнему дню, ну, а что тогда, ну, тогда надо делать, понятно, не надо ничего и в перекос менять, да, как, тем более, растает, все равно сам все оставишь, но ты делай то, что делай, растите своих детей, занимайся той же самой работой, да, тут, конечно, я говорю, даже говорить, что, знаете, надо какой-то упор сделать, все-таки нет, на внутреннее, вот, искать прежде Царство Божие, слушайте, я надеюсь, что те, кто меня слушает, и настоящие христиане, вы уже не только ищете, а уже нашли его, поэтому, как сказано, держи, что имеешь в откровении, да, в тех же самых семи наставлениях, семи церквям, вот, я надеюсь, что я к таким уже людям обращаюсь, кто меня слушает, надо давно достигнуть совершенства, пора бы уже достигнуть и держать его, что имеешь, вот и все, поэтому держать, бодрствовать, вот именно, стоять в своей жизни, в святости, в любви и в делах, то же самое, просто продолжать жить, как мы жили, вот и все, так что, быть совершенным в этом плане во всем, даже, я всегда говорил про бытовух, какая разница, она касается таких же людей, такое же наше проявление к окружающему нас, миру, вот и все, жить уж точно не по принципу, так не достанься же ты никому, да, от Элла Газдемони, вот, действительно, жить, созидать, и в том числе и материально, до второго пришествия еще, возможно, 10 лет, по моим прогнозам, кто не смотрел, посмотрите мое видео, дата второго пришествия Иисуса Христа, вот, ну, такой мой ролик, наверное, на этом все, я в концовке еще раз порекомендую, естественно, вдруг вы случайно все-таки попали и решили посмотреть это видео, то посмотрите обязательно предыдущие два видео о тысячелетнем царстве, где я по Писанию показываю все места, я раскрываю, на каком основании христианин уверовал, исповедует и проповедует тысячелетнее царство со Христом, после его второго пришествия, воскресший в бессмертной плоти до Великого Суда. Это осуждение судивших тысячелетия, или хелиазм, как они называют православным, отвергнувшим это блаженство, я и посвятил это видео, ну, и сегодняшний ролик вы уже посмотрели. Все эти ролики я собрал в плейлисте, пока тут два, вот сейчас это третья будет, тысячелетняя, а этот плейлист вы найдете на моем канале Христалю про проповедью пищу в пустыне вегана, в разделе, в плейлистах, во вкладке в плейлисты всегда есть, можно разделы выбрать, я все по разделам разделил, апокалипсис, откровение Иоанна Богослова, хотя неизвестно чьё она, Богослова Ли, но я так написал, чтобы в поисковиках лучше ранжировалось, о последних временах. Здесь у меня уже 10 плейлистов, один просто не поместился, я вам рекомендую со всеми с ними ознакомиться. 7 плейлистов, здесь нет плейлиста о Царстве Небесном, там тоже 7 видео, но вы найдете, когда перейдете, это у меня скриншот, вот, один из них, который Тысячелетнее Царство, и 3 плейлиста, это с канала Христалю по чтению Библии и иных писаний, Библии и иные писания, там пророк Даниил, книга, Фессалоникийцам послание апостола Павла и книга Откровения, ну, все, что касается до этого вопроса, до этой темы. Ну, и 7 плейлистов я поделил на последние времена, общий такой, туда и такое все относящиеся, Антихрист, Его Царство, Число, Печать Зверя, Восхищение Церкви, там тоже, кто этими вопросами интересуется, там и обличение до великоскорбного восхищения, восхищение, я все там записываю, все говорю. Само Второе Пришествие, конечно, где-то видео пересекается, иногда я их даже дублирую в разных плейлистах, когда там в личном кабинете у каждого ролика можно выставлять, где оно будет добавлено, но так я старался делить некоторые вопросы, да. Тысячелетнее Царство, в рамках которого вы смотрите это видео, плейлиста, и Суд Божий над людьми или Судилище Христово. Ну, я говорю, здесь его нету, Небесное Царство тоже кому интересно, посмотрите, есть там хорошие ролики, тоже такие вопросы рассказываю, ну, подобно, кстати, сегодняшнему видео, то есть немножко там размышляем о Небесном Царстве, о 21-22 главах Книги Откровения. Вот такое вот сегодняшнее видео, надеюсь, вам оно было интересно, полезно, назидательно, на что-то вас настроило, в чем-то подкрепило, укрепило, к чему-то подтолкнуло. В общем, вот так вот. На этом у меня все, лепите ваши лайки к этому видео и ко всем видео, которые нравятся, которые смотрите на моих ресурсах, подписывайтесь на мой канал, на этот канал, у меня есть канал Христолюб Веган просто о моей жизни, Христолюб Веган чтение библийных писаний, есть Христолюб Веган Библия. В общем, в поиске введете Христолюб Веган в Ютубе или где-нибудь в Гугле, Яндексе, и все у вас, все мои ресурсы выйдут, посетите мой сайт христолюб.ру или христолюб.рф, там на соответствующих страницах все материалы, и материалы именно потому, что мы сегодня с вами изучали, смотрели, кому интересно, кто с кем-то хочет поделиться, будет в описании к этому видео и в первом скрепленном комментарии, если не забуду. Ну, в описании я всегда стараюсь добавлять ссылку на ту прям страницу, с которой все сам читаю. Жмите на колокольчик после подписки на Ютуб-канал, чтобы получать уведомления о новых роликах. Ролики, которые я записываю, прежде чем я открываю их на Ютубе, я по ссылке делюсь в своем Телеграм-канале, и те, кто в Телеграм-канале подписан, смотрят их раньше. Потом я по два в неделю открываю на канале. Потому что готовлюсь я долго, роликов сейчас много я особенно стараюсь не писать. Не то, что не стараюсь, а не получается писать, то есть я много готовлюсь, ведь такие материалы более плотные, такие информации. Это не молочко, да, пища взрослая, пища для совершенных, да. И поэтому так вот получается пока. Ну и поделитесь обязательно этим роликом на своих соцсетях, своих ресурсах, Телеграм-каналах, каких-нибудь других каналах, на своих сайтах. Я на все свои видео, на все свои материалы даю абсолютную свободу их распространять, даже перезаливать к себе на каналы, нарезать, что хотите с ними делать, я ни на кого никакие. Даже если вы будете это делать с обличением меня, какими-то там богохульствами против меня, я и то не против. Я всем говорил, я никогда не пожалуюсь и не буду вам портить жизнь. Вот если вы будете какие-то ролики, я знаю, там иногда бывает пишет на кого-то, я сам некоторых обличаю, так скажем. Ну я обычно не делаю видео, просто это сценографирую, говорю, вот он тот сказал, а это вот так вот. Говорю, ну даже если там кто-то что-то вырезает, я сказал, что я никогда не буду этим возмущаться. Я могу дать свой ответ, сказать, что вот там на меня такой сказали, а я вот нет, я не такой, они неправильно меня поняли. Но я никогда не буду портить жизнь человеку. Но вы можете делать все, что хотите. И вообще делиться роликом очень важно в своих соцсетях, в личных сообщениях, еще где-то. Для людей это важно, потому что это уже вы сделали. А личный фактор очень важный. Если вы желаете вашему окружению познания истины, то я думаю, что этим надо заниматься. На этом у меня все. Всех по-братски крепко обнимаю, нежно целую. И всем желаю, всем нам желаю счастья, блаженства, участия в Первом Воскресении, всеобщем воскресении христиан, умерших во Христе, живущих во Христе изменения. И благого бытия, счастливой жизни со Христом в земле обетованной. До встречи там. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok